10 глава 19 и 21 стихи Исайя смело говорит Меня нашли неискавшие Меня Я открылся не вопрошавшему Мне А об Израиле же говорит Целый день я простирал руки Моих народов Непослушную Богу Вот сегодня это просчитай православным Но только замени слово об Израиле Слово Израиль русские православные И результат будет тот же самый Ну зайди к старообрядцам прочитай А в старообрядцах я говорил Целый день простирал руки Моих к этому народу Непослушанному Поставь слово баптисты Сразу меняется не просто Израиль где-то Это я И апостол Павел просматривая всю историю мировую Находит Что никто так не противился истине Словам Божьим Как те кому слово Божье было послова Чтобы человек сильный А ком-то сказал А вот он сильный Это значит действительно он сильный И апостол Павел был один из самых смелых людей Он шел на смерть Хотя бы смерть поразила Пойду в Иерусалим И вдруг об Исаии говорит А Исаия смело говорит Такие слова сказать народу Который кищил со своей богоизбранностью Который идя на поклонение в Иерусалим Старался обойти Самарию Чтобы не сквердить ног своих Идя по этой дороге Каково В Барнауле старается Старичок Он никогда не сходил в трамвай Чтобы не сквердиться А там нашелся человек И сказал ему Ну ты идешь Где он? По трамвальным путям А в трамвай-то сидят люди Они же все равно скверняют через трамвай Он тогда стал ходить между трамвайными путями Между двух путей Это состояние древнего Израиля А мы в каждом из нас Только в одном более гиперболичном Выпукло Видно А на самом-то деле Это все в нас сидит здесь Какое надмене В этих православных патриарших По отношению даже к нам Только мы А Слова-то Божия нет И противиться Слову Божию Не меньше чем эти древние жены Точно так же Господь говорит Я целый день простирал руки мои Да у Бога рук нету И ног нету Это все образно Как будто бы Над всем миром Стоит мастерин И руки Простирает И убеждает Бьет В порошок и стирает Все равно за свое Считаешь историю Проходит несколько лет Опять все идолы стоят на месте Всех пророков твоих убили Один я остался И меня ищут Ничего не меняется Исайя смело говорит Смелость эта нужна и нам Попросить ее надо Чтобы уметь подсказать друг другу Чтобы это слово Которое Оно Ожило Не подвиглило друг другу Говорят Говорите все Ругаете нас Слово ругаете Откуда Замещание сделал Уже ругаете Ты считай Библию дорогой И ты увидишь Какими словами Пророки Расправлялись с народом Хотя знали Что за это им грозит Смертная казнь А прочитайте допрос Стефана Говорит историю Израильского народа Как шли Все нормально Кажется Осталось только похлопать Ладоши Иди домой И он мгновенно меняет Интонации Жестоковыня Кого из пророков Не игнали отцы ваши И они побили его сразу Христос Говорит Бог сошедший на землю Говорит Говорит Людям О великих И важных делах О том Как ожидается Мессия Совсем согласна И вдруг Делает сравнение Вот Посмотрите Пророк Илья пришел Наступила нужда Ему нужно Быть у верного Человека Ну а почему он В старе Пусидокской Пошел к казахам Киркизам Почему И все поняли Значит у нас В Израиле Не нашлось никого такого А вот Елисея Возьмите Эти прокаженных Хватало В Израиле Это как сегодня Туберкулезы В Барнауле Ну Однако же Господь-то ведь Исцеление послал Не иману Сириянину В стране Которое 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 Бископы Они постоянно Противятся Слово Божие Почему заповедь Бога И сразу начинает Подтвержение Ближнего Как самого себя Каждый Каждый Должен увидеть Бога Откуда возникло это учение Христианцы Мона Один ушел Он не может ни одного слова выполнить Вещеватель 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 Он это неправильно делает Много извращено Но вот это Они выполняют Они идут И не будет ли Вот это Сарисо-Сарское Нам возбуждение А вот смело Сказать это Сегодня Это ведь Нигде про это Не скажут И сразу начинают А если я правильно буду крестить Меня архиерей запретит А если я так скажу Я сказал И что Еретик Сектант Раскольник Те же самые слова Вы просите Бога Чтобы Господь Вам Показал В первую очередь Кто Вы Каждый Ведь вот Читай так Карписты Непреаболимая Заступница Божьей Матери И так называется Канон Акапис Божьей Матери Как кого он касается Никого Один монах сидит Бомбит там где-то Канон ангелу-хранителю Это разные каноны Я их считал Знаю Люблю Но они все рассчитаны только на тебя И общение Где вторая заповедь Ты притвори эту заповедь Сюда И ангелу дославит Господа Это просьба к Богу Чтобы Бог побуждал ангелов славить Бога Мы молимся не только за себя Но и за ангелом Сейчас читаем Псалтырное чтение У нас такой глубокий смысл заложен Такой провал Ничего не делается из того, что мы слышим У нас треск идет Слова летят А ничего нету этого Сегодняшнее одно только что считал Притворить это И уже все изменится Но я простирал руки мои Мои с большой буквы Господь Бог К народу непослушному И упорному Вот мы-то по отношению своих родителей Все такие были Нам запомнилось Где слышали Бало с родителями А большинство это не слышали Такие дети растут И у детей такие же будут Если нас еще не слушается Беда-то не полная А вот когда Бога не слушается человек Где он будет? Заминированное поле Отступил враг А чтобы враг больше не захватил Все поля Все минировалось А карта была у того, кто минировал Чтобы сами-то могли пройти Но вот наступление Отступили Никаких карт не оставляется Возле деревни только На 100 метров обошли И сказали Мин нету Но люди-то остались жить в Беларуси У каждого корову надо пасти А там мины противотанковые Пошла утром женщина Подорвалась Ее нету Ничего вообще не остается Следующий день Год, два, три Пахать надо Пахать нельзя Все поля заминированы Как люди ждут Того человека Который сможет Эти поля Слово В оборот пустить Как мы не понимаем Что без проповеди Без отключения Все вокруг греха Человек не знает как поступать Он ни одной заповеди не может сказать Можно это или нельзя делать Он не понимает этого И Господь дал указу Незримо Нежно Дух Святой будет касаться сердца Бог избирает От определенных людей Священниками Проповедниками Но одновременно Вы все священники и цари Не завидите царям Вы тоже цари Цари Бога Всевышнего Вы царствуете над грехом Над пороками Я был мирской Любил выпить Теперь в рот не возьму Почему я царь Зеленый змеи меня не задушит Я священник Бога Говорил плохие раньше слова В рот ничего не возьму У дома И из рта не выпущу У дома Почему? А я священник Бога Всевышнего Священодействие благовестия Ты женщина Ребенок Это касается каждого И притом не для себя Все что Бог дал Талант не для себя Православия Этого нет Ты пришел Побыл Захватил Вот теперь и сиди дома Молись о Катне Стоять и считай За Единоугаршего канон Сорок раз И притом все тайно Доходит эта молитва или нет Прямого указания Божьей Матери молиться нету Ангелу-хранителю молиться нету Святым указания нету Этого в Писании Я не против Я молюсь каждый день Но не надо на этом останавливаться Научись с Господом разговаривать просто Вот я Господи И вот дети мои А дети это отражение родителей Я с детьми начинаю заниматься А они не стоят Они бегают Видите как они крутятся Им дурно Они стоять не могут Прости Господи Это моя вина Куда не посмотрю Дерево-то суммое Пожухные листья Это все наше Столько лет живу с неверующим мужем Или с неверующей женой И на шаг не подвигаюсь А почему они нас вредят Что-то Мы не можем зажечь этим огнем благодать Три тысячи за нас обращалось У нас за год все общины проповедовали Одного крестили Да еще прошлогоднего крестили Весь город обошли практически Сотни тысяч людей Услышали от нас благовестия И никого нет Народ не тот, что раньше был Тысячи меня обращаются Михеев Пророк 5.15 Говорит И совершу в гневе Негодование Мщение над народами Которые будут непослушны Непослушным Непослушным Здоровья Кто-то еще что-то Кто-то ума попросил бы Мы не знаем, чего просить Просить нужно только одного Запомните, если Он придет Сейчас, я говорю проповедь А потом зайдет Иисус Попросите Духа Святого Просите Духа Святого Не шевелитесь с места С Духом Святым Все будет Понимание Разумение Ведь этого нет Причина-то одна Недуховный человек Недуховный Он может все исполнять Кланяйся Хорошо по форме Одеться Не пропускать Недного богослужения И все это будет пустое Ревности не будет Где Дух Святой Там ревность Вот у нас сейчас Богослужение начинается Пять минут прошло Уже сидят на скамейках Впереди вас Перед глазами Стоит человек Девятый десяток лет Его никуда не садится Вам не стыдно? Пять минут Посмотрел на сейчас Ровно пять минут Вы думаете А то сатана ноги Подкусывает Никому не было благовестия И ноги эти Сгнили уже Как прекрасные ноги Благовестующие в мир Упорные Много раз уже говорил Не садитесь А уже все уже не могут Уже там гири какие-то навязаны Ну пять-то минут Это немного же Пять минут Повторяю И уже сидят Ну вздрогнути Не послушали упорно Я на эту тему Много раз уже говорил Эти слова Примите к себе Многие бегут на листалище Награду Награду получает Один Когда человек умирает Почему У православных У католиков Так много Заупокоенных Болит? Почему уверенности В спасении нет никакой? А вот теперь Деньги будем болеть И они нас в рай Очередная Посмертная ложь Если ты при жизни не бежал А сидел Ничего у тебя не будет Ты проспала свою жизнь Нет ничего И ты не можешь сказать Вот я и дети мои Конечно не эти дети Которые по плоти родились И Христа может не знаю Которые пришли К Богу Павел говорит Я родил вас Благовестием моим Проси у Бога Это рождение И наши позоры И поздравления ждет Поставь себе Преграду Я хотел бы сесть Нет не могу Хотел бы Облегчение дать Да какое же я имею право Я думал Вот сейчас сказали Богу молиться нужно только Вверху ногами Вниз головой Сейчас он пришел домой Везде тренироваться начал Каждый день Утром ночью вставал И тренировался И сказали Стоять нужно два часа Я знаю В это время затекут глаза Кровью нальются Бог сделал по-другому как-то Если Бог сказал Он знает Он все предусмотрел Ну маленько мысль на себя Трясите Что Дух Святой скажет Нормально это или ненормально Через пять минут Придя в храм Ты уже падаешь А на огороде пашет Как трактор колхозный Перемонта не требуется Самые близкие люди Даже разбудить Не можем их привести Не ссылайтесь на болячки А скажите Грех дал болезнь И вот эти метастазы В храме выявляются Болезни то они от чего-то идут Не просто от того Что ты тренированный был Невоздержание в еде Невоздержание во сне Невоздержание в гневе Там и все Народ упорный Я могу этого не говорить Но слова остались Такие же как были Совершу Господь в гневе Негодование вщения Римлянам 1.30 Люди стали Изобретатели на зло Непослушные Родители Родители Можете это подтвердить А причину искать не где-то надо В себе Раждане понимали Заступали за детей Этого не должно быть А ты усилишь Это требование Посторонний дядя так За детьми Не будет наблюдать как ты И каждого Кто сделает завещание Поблагодарили Исайя смело говорит Заметьте Я что говорю Эта смелость тоже нужна Наверное Потому что кое с кем Я могу нарушить отношения А мне это зачем Мне спокойная жизнь нужна Но когда мы придем к Господу И ты скажешь Вот это слово Которое я говорил Подействовано на тебя Как мы обнимемся Перед Господом И скажем Дух Святой побудил нас сказать А ты скажешь Дух Святой побудил Принять в меня сказанное Только об одном думайте Исполни благодать Духа Святого Чтобы слово которое я говорю Не я Михей сказал Не Михей Бог сказал Оно должно быть принято Римлянам 11.30 Как и вы некогда были Непослушны Богу А ныне помилованы Понепослушали их Он говорит ко всем народам Мира Были непослушности И тут стоит только Припомнить и сказать Господи Боже мой Ведь это слово Ко мне я был непослушный Ты мне ни голову не оторвал Ни руки Я целый стою Благодарю тебя Господи Научи меня быть терпеливым С нежностью другу Вы сейчас считали С нежностью Значит кто-то должен быть Где-то кому оказать эту нежность Я говорил что у нас намерение Сегодня поехать даже Через один район дальше Удастся или нет Нам нужна помощь Мысленно я проигрываюсь Заходим в дом Я заходил в дома Люди не желают Отказываются Грубо никто не прогоняет Это очень редкий случай Но остаются на месте Под разными причинами Да у нас еще сено не убрано Ну что Пять пар баллов купил Поле Ну а главное Это самое главное Я женился Женой надо на пляж съездить Вот вас оборзите сейчас Город любой Зараженный А большие города Такие как Санкт-Петербург Он на болоте стоит Там они миязнут Ребенка не достигшего Десяти лет туда везут Через всю страну Есть ум или нет Да неужели Духу Святому Это угодно что дети были больны Здесь живет ребенок здоровый С солнцем Освещается Чистая еда Все это бросается Как ельц Я смотрю Даже не безумное До этого уровня еще люди не дожили Да неужели верующие такие тупицы Не понимают что этого нельзя делать Вы везете туда так что Собрания будут верующие Ты поехал из пустыни Где слово Божие не звучит И там даже Ничего этого нет Что мир делает с места на место катается Он собирался сейчас батюшка поехать Ездил он собирал пустые бутылки До доброго дела Он меду Добыл чтобы отвезти Купил съездил меду Чтобы отвезти Батюшка очень добрый Я ему такой говорю Батюшка вези Слово Божие Он первый раз подошел И попросил 4 экземпляра Последняя книга 24 классом открытым оком 4 А я говорю А я батюшка когда ездил 16 ящиков сразу вез Один С пересадкой С тремя пересадками Один Никого нигде нет Что вы боитесь Насадиться Что-то заработает Что-то подари Как Иоганисус Ветер и Егог уходит Он мне брат Я говорю Ну ты знаешь Что священники Редко спасаются Большая часть погибает Серафим Не послушные А не послушные А не послушные они На другой стороне Серафим 4 26 Упорное сердце Напоследок Потерпит зло Я считаю сам себе и скажу Все я знаю Я сколько раз прошу Никакого пива Никакой брашки в дом не заносите Разбивайте все на подходе Понимаете что это стоит сатана Люди Которые лечили нетрадиционно Что-то нетрадиционно Медицина Все как правило Связано с нечистой силой Я только один раз В жизни видел такую бабушку Которая обратилась Поистине И к ней пришли Полечить Там что-то случилось И она видела Дверь открылась И зашел сатана Не человек пришел Сатана Ты идешь в магазин И понимаешь Там сатана ждет тебя С бутылкой Что бы ты ни делал Лукавый всюду везде Избави нас от лукавого Для чего это молитву внесено Он везде и всюду рядом Подбивает на злобу На мстительность Чтобы отнять разум Да неужели Духу Святому угодно Чтобы мы пьяные ходили Чтобы мы на молитву не торопились Добейте Чтобы дети ваши Сами к вам обращались Искали вас Поболиться И чтобы хотя однажды Вам удалось увидеть Как ребенок ваш Тайно молится Я заранее скажу Больше радости вам в жизни не испытать Мы бы открыли дом Обычно как приходят А ребенок уже в холодильнике А просто залез туда Он ворует Как кот святому связал А ты бы зашла А он не слышал как ты зашла И ты видишь как он плачет Ребенок стоит на коленях перед Богом Перед священными изображениями Молитесь об этом Вам Дух Святой подскажет не другое Кроме того что я говорю И тогда скажешь Рядом встанешь на молитве Скажешь Он день Который вас столько лет ждал Серахов 4.27 Упорное сердце Будет обременено скорбями Дети не будьте упорны Я уже второй раз тебе говорю Третий раз У вас ребенок назначен Овец загонять Вы просто не решили Он опаздывает Не приходит Другому уже не отмахнет Идите куда угодно Я уже таких сегодня еще встречал Я сказал Вы загоните И запишите А вы родителям ищите И напросите Сколько раз не было Посчитай сколько стоит за день И ему сразу отдайте Деньги Приучите детей к самостоятельности А вот тот упорный Обременено будет скорбями И накажи его Крепко накажи Это твоя работа Ты за это получаешь С тем рассчитай Он за тебя загнал Посерьезно поднеситесь к детям Серахов 31.13 Нагибай шею его Вы в юности И сокрушай Ребра его Доколь оно молодо Да вы сделавшись упорным Оно не вышло Испоминания тебе Я говорю об упорстве Ребро ребенка Лебко делается упорным Сокрушай его Хорошо его надо драть Наказывать А потом будешь утешаться В книге Исход 7.14 И сказал Господь Моисею Упорный сердце порвано Он не хочет отпустить народ мой Упор на сердце людей Кто на Черное море Куда-то собирается ехать Ребенку до 10 лет Он ничего не помнит Не знает Все эти дни он Тысячи километров Будет томиться в духоте В воне Ничего вы не понимаете Это ваше Супер недуховное состояние А ты бы искал на один день Чтобы ребенок Только побыл здесь Где им занимаются Второзаконие 31.27 Умирая Моисей говорит Я знаю упорство твое К народу И жестоковыльность твою Жестокая шея То есть не умеет Поклониться Попросить прощения Вот и теперь Когда я живу с вами ныне Вы упорны перед Господом Не тем не более По смерти моей А кто-то вышел и сказал Да нет Моисей Ты заповедь не оставил Мы тебя будем любить Опустили голову Это слово осталось записанное Я вам говорю это И упор не делать Я могу эти же самые слова сказать А мне не будет Никто не будет проповедовать Вы вообще ничего не будете знать Да не будет этого Ты сразу скажешь Да не будет этого Нееме 9.26 И делались упорны И возбудились против тебя И презрели закон твой Убивали пророков твоих Которые увещевали их Обратиться к тебе И делали великие оскорбления Книга Нееме написана Человеком Который претерпел пленение И он начал там исследование Почему это постигло нас Почти 90 лет уже проходит Как за рубеж Были вытолкнуты 3-5 миллионов И ни одного не нашлось человека Ни одного По крайней мере в литературе не осталось Который сказал бы эти слова Что мы были упорны Библия не пользуется авторитетом Люди не знали Бога А знали Папа Батюшка, батюшка на каждом шагу Все то же самое было И Бог разорил весь Израиль Перепахал его И солью был посыпан Чтобы ничто не росло Стояли солдаты Специальные рабочие Которые разрушали стену Чтоб камни на камне от стены не осталось Это же самое сегодня происходит Со страной нашей Такую громадную страну Распузырили Прости Господи Ничего нигде нету Осколки Ведь дробят они сейчас и Российскую Федерацию И вполне может быть Она на куски разлетится А почему Ответ один Упорно было сердце человеческое И упорстве Папу его держали Прямо служить Богу По Евангелию О чем читалось сегодня Апостольское чтение Нигде не зовут Неемия 9.29 Ты напоминал им Обратиться к закону твоему Но они упорствовали И не слушали заповедей твоих И отклонялись от уставов твоих Которым жил бы Человек Которыми Если бы исполнял их И хребет свой Сделали упорным И шею свою Держали упруго И не слушали Против заповедей Против уставов А у нас не против заповедей Убрали их И не дали народу Наше состояние Не сравнительно хуже Те в плену хотя вспомнили Да вот тут я так поступал А вот здесь так Заповедь была нарушена А вот здесь И устав нарушил И брат мой нарушал То есть они могли сравнение Сделать в плену Почему не было исследования Я так думал Потому что не с чем было исследовать Они опять там акафисты Опять свечи С тобой угли повезли Опять кадила Все то же самое И я не против того О чем говорю Но это все должно быть Где-то на 105 месте Главное это Исследование Крушение России Почему так все случилось Не было В самом деле Залит 77-8 говорит Чтобы нам не быть подобными отцами Роду упорному И мятежному Неустроенному сердцем И неверному Богу Духом Своем Вспомните как умирали ваши родители Что они дали вам наказ Какой Знали ли они Слово Божие Подарили ли вам Библию У сектантов Да это есть Баптисты Адвентисты Любое У православных этого нет Если у нас Осталась бы книга Часовина Как имена называть Когда кто родится Ну а дедушки еще Златоуст оставался Ну в Библии Мы даже не слышали этого слова Иеремия 6-28 Все они Когда скажут Ну зачем вы обобщаете Частное Делаете в общем Ну вы или же другие Спорить не надо Пророк говорит Все они Все Упорные отступники Не так что отступник сказал Нет Они упорные Они стоят на своем Упертые Стоят на одном месте Живут клеветаю Да как Весь Это медь и железо Все они Развратители Пророк Иеремия А чего ты хотел Чтобы не были Развратители Ну добился этого Конечно нет Но он говорил А основа Божия Сохранилась Плащ Иеремия 1-20 Теперь уже плен наступил И вот он плачет Пророк и говорит Возри Господи бы Ибо мне тесно Волнуется во мне Внутренность Сердце мое Перевернулось во мне За то что я упорно Противился тебе Как он за всего Израиля Говорит От мне Обещанил меня меч А дома Как смерть Ничего не меняется Вот почему Апостол Павел И говорит Что сам Бог Об Израиле Говорит И целый день Простирал руки К налогу Не послушивая упорного И концерт обогревает И не послушивая Мы пришли сегодня в храм Мы не другими Господи Избавь меня от упорства Кто бы не дал мне Какое обречение Я вот тщательно разберу Будьте внимательны О чем я говорил Я вчера говорил Вы не вышли на улицу О том что батюшка уехал Я об этом говорил ему В храме Здесь в алтаре Все открыто остается Ризы Которые каждая Стоит многие тысячи рублей Что можно староста С дьяконом Дьяконом Помоги Сосуду вынесите домой Сохраните Ведь завтра Если вы придете Пустой храм будет Вы же прятаться будете Скажете А кто это знал Я знал Что так не останется Рано или поздно Найдет сатана Вынесите отсюда Так всегда делалось Ну дома-то мы уходим Запираем все Почему храмы совершенно открыты Такого нет нигде Чтобы не охраняли Любое предприятие Сигнализация Решетки У нас ничего нет Окно даже Полностью открыто Ну и пусть оно открыто Если пустое здесь будет Упорное Я много раз уже это говорил Не слышали Не будьте упорны Непослушны Ведь если украдут Сектанты в Библии У них тысячи Библии У нас украдут Сейчас у нас ни одной нету Мы все на золото надеемся И от этого гибнем Один сказал Раньше Сегодня Прищищаются Раньше Прищищаются Золотыми сердцами Из деревянных чаш А сегодня Деревянными сердцами Из золотых чаш Да не буду я упорным Да буду послушным И слово Твое Войдет пусть в оба уха Пройдет оно до сердца Наполнит руки моими Чтобы я светился Благодатью Твоею Аминь